Добрый вечер на 12-м канале новости в студии Дарья Шадрина и главное сегодня. Чудом не пострадал в Омске ребенок угодил в яму с кипятком подробности инцидента. Защитник виртуальный, помощь реальная. В Омске презентовали мобильное приложение «Заступник». Кто сможет им воспользоваться? Не детский прорыв в автомобилестроении. Школьники изобрели машинку, способную ездить на водородном топливе. Субтитры предоставил DimaTorzok На этих кадрах с автомобильного регистратора видно, как ребенок едет на велосипеде и буквально проваливается в лужу, которая образовалась посередине тротуара. На помощь подбегает мама, но малыш благополучно выбирается из смертельной ловушки. Очевидец происшествия Александр Лохмачев сразу остановил машину и бросился на выручку. Он прям упал туда. Ладно, успел выбраться, велосипед там остался. Но опять же, ребенок маленький, ему на глаз лет пять. Если бы взрослого не было, может, он бы и не смог бы выбраться. То есть, ну такая довольно жуткая ситуация на ровном месте, в кипяток. К счастью, ожогов ребенок получить не успел. Спасла одежда и хорошая реакция взрослых. Чего нельзя сказать о психологическом состоянии. После падения в горячую воду малыш был очень напуган и сильно плакал. Коммунальщики, которые приехали на место происшествия, установили, что всему виной лопнувший трубопровод. Сейчас сотрудники тепловой компании выясняют причины порыва подземной теплотрассы. Их может быть несколько. Резкий перепад температур, износ или подъем грунтовых вод. Первого числа был возобновлен запуск тепловых сетей после планового останова ТЭЦ-5. В результате запуска произошло повреждение тепловой сети. Трубопровод подземный, невозможно визуально определить состояние. И нормативный срок службы иногда трубопроводов снижается. Сейчас представители ресурсоснабжающей организации оперативно устраняют поломку. И в ближайшие часы поврежденную часть подземной теплотрассы заменят. Кроме того, если к коммунальщикам обратятся родители ребенка, они готовы компенсировать затраты на медицинскую и психологическую помощь, если она понадобится. Константин Лондон, Никита Смирнов и Андрей Кузьмин, 12 канал. Фаер-шоу с пользой для жизни омский пожарный устроили для школьников показательные выступления, которые не только вызвали у ребят бурю эмоций, но и прежде всего напомнили о правилах безопасности. Детям рассказали, как вести себя одним дома, на воде и в лесу. Наш материал. У городского дворца творчества больше десятка пожарных. Развернута автолестница в боевой готовности рукава с водой. Но повод хороший. Спасатели приехали не на ЧП, а на детский праздник. Каждый год в первый день лета сотрудники МЧС напоминают школьникам о правилах безопасности, чтобы каникулы не обернулись больничной койкой. У каждого горючего вещества, которое может вызвать пожар, есть свой класс. На таких лекциях не заскучаешь, теорию послушали, можно приступать к практике. Одни аккуратно берутся за порошковый огнетушитель, другие сразу за напорный шланг. Удержать мощную конструкцию еще пол-дела. Главная задача попасть по мишени. Ребятам, конечно, максимально облегчили задачу. Расстояние до цели едва достигает 8 метров. На деле же пожарным порой приходится точно стрелять водной струей на 30-50 метров. Руками крепко бери. Готово? Поехали. Я давно уже хотел пообщаться с пожарными так близко, посмотреть, как у них это все, как они тушат пожары. Мне очень понравилось. Я много чего узнал, как открывается шланг, как тушить. Несмотря на то, что формат экспресс-курсов игровой, спасатели поясняют детям. В быту игры с огнем очень опасны. Шалить зажигалкой или спичками ни в коем случае нельзя. Явное тому доказательство череда трагических пожаров, которые на прошлой неделе унесли жизни нескольких малышей. Конечно, говорят организаторы, о правилах безопасности прежде всего должны рассказывать родители. Но не всегда малыши прислушиваются. А вот наставления авторитетных специалистов остаются в памяти наверняка. Мы давно сотрудничаем с Министерством чрезвычайных происшествий. У нас даже есть ребенок награжденный, который спас своего товарища на воде, знал, как себя вести, что делать и не допустил гибели своего друга. Вода не менее опасная стихия, чем огонь. Так что о том, как за считанные секунды надеть спасательный круг или оказать первую помощь, ребятам тоже рассказали. Полторы сотни юных цирковых артистов, художников, стрелков наравне со взрослыми учились делать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Было очень интересно работать с пожарными. Никогда даже не представляла, что так может быть. В финале спасатели по-настоящему дали жару. Подожгли емкость с горючей жидкостью на глазах у ребят, а после устроили пенный душ. Получилось весьма зрелищно. Бушующее пламя укротили меньше, чем за минуту. Ну а для пущего эффекта пожарные еще и включили устройство, которое выпускает потоки специальной смеси с высоты в 50 метров. Так детям показали тушение лесных возбираний. Эмоции зашкаливали. Такой урок точно не забудется. Спасибо! Екатерина Булучевская, Сергей Гаврилов, 12 канал. Но сейчас время детских новостей. О них расскажут мои юные коллеги Рослав Щербань и Злата Саночкина. Ребята, привет! Чем будете удивлять наших телезрителей? Привет, Дарья! Привет всем зрителям 12 канала! Большим и маленьким. Сейчас мы расскажем вам самое интересное, что произошло в нашей детской жизни сегодня. Гоняют с ветерком. Юные омские техники изобрели машину на водородном топливе. Молодые, да ранние. Возраст бизнесу не помеха. Как юные предприниматели завоевывают мировой рынок. А теперь подробнее. Поехали! Гоняют с ветерком. 70 километров в час. Юные техники из Омска изобрели супермашину на водородном топливе. Как ребята творят будущее своими руками, узнаем прямо сейчас. Вы думаете, это обычная машинка на радиоуправлении? Нет! Она ездит не на электрических батарейках, а на водородном топливе. Модуль управления топливным элементом. Его охлаждение. Топливный элемент распрячен тут снизу. Ну и баллон. Вот раз. И два. Мальчики из детского технопарка Кванториум изобрели эту машинку, чтобы показать, как можно уберечь нашу природу от вредных выбросов. Водород не вредит окружающей среде. Но работа с ним очень опасна. Этот газ легко может вызвать бум. Я надеюсь, что мы технологии. Ничего не страшно. У нас руки вперед, а голова потом следом догоняет. Эта машинка уже поучаствовала в гонках. Среди таких же, на том же топливе. Назывались они «Первый элемент». Мальчики заняли там третье место. Их тачка мчала по трассе со скоростью 70 км в час. Задача стояла собрать максимально, ну так скажем, долго езжущую модель для проезда определенного количества километража. То есть на соревнованиях было это 900 кругов. Примерно где-то 75 км. Это обязательный километраж. А дальше шел уже километраж на призовые места. То есть у нас было что-то в районе 140 км. Аварий на трассе было много. Но машина крепкий корпус. И водород надежно защищен. Ребята приходили в Кванториум буквально на учреждении каждый день в рамках подготовки модели. И до сих пор приходят, занимаются, ведут еще несколько проектов других разных. То есть ребята нацелены сами на результат. То есть мы их только помогаем им сохранять эту высокую мотивацию к познанию. В Кванториуме ребята регулярно собираются и обсуждают свои проекты на баттлах. Самые крутые, как машинка на водородном топливе, потом реализуются. Я нахожусь в процессе поиска себя. Вот такие вот мероприятия помогают как раз найти то, чем ты будешь заниматься. Мальчик Гоши, например, делает на 3D принтере турботрак. Это такая машинка на гусенице, которая может снег убирать. Он туда даже пылесос прикрепил. Я вижу себя очень крутым человеком, который будет все время разговаривать с губернатором. И мой турботрак завладеет всем миром. Обучение здесь – это интересно, а не обязательно. Круче, чем в школе. Так говорят дети о Кванториуме. Станция юных гениев не перестает удивлять. Полина Александрова, Дмитрий Хромцов, 12 канал. Сегодня первый день лета. Начало каникул! На каникулах можно не только отдыхать и ездить в лагеря. Ребята со всей Омской области занимаются настоящими взрослыми делами. Пробуют быть предпринимателями. Старшеклассники предлагают помочь в огороде или проводить детей в лагерь или кружок. София Билан делает модные ночивки. Может, нашивки? Нет, ночивки. Это вышивка, которая не пришивается, а приклеивается к одежде. На них заработало первые 80 рублей. Пока немного, но впереди большой заказ. В чем секрет успеха, мы спросили у Софьи. Обычно я вышиваю ночью, когда все уроки сделаю. Или просто не хочу уроки делать, все урожаю и шью. Соня увлекается вышивкой из начальной школы. Там на воскресных занятиях она познакомилась с бисером. А потом начала делать картины из фетра и вышивать гладью. Говорит, тогда вышивка крестиком показалась ей скучным занятием. Я его забросила. Я считаю, сколько уже прошло, с какого класса у нас в последний раз была технология. Я взяла просто иголку и нитку, но и все. Начала шить. И не просто шить, а украшать вещи. Ночивки София крепит на джинсы, шорты, рюкзаки. Сначала обычная вышивка. Потом я покрываю это все лаком для волос, для фиксации. Потом она все застывает. Вот вы можете уже видеть, она вот так вот себя ведет, потому что она более плотнее стала. Это для того, чтобы нитки не потеряли цвет и не шелушились. Также, чтобы сзади все тоже ниточки были у нас зафиксированы. Обрабатывается и канва. Нужно опалить края, чтобы не испортить рисунок. Дальше клей и специальная сеточка. Только так начивку можно закрепить на одежде. Соня еще и в тренде. Постоянно следит за модой. Вышивку делает и на заказ. Можно сказать, она юный бизнесмен. А то, что она делает, называется кастомные патчи, то есть нашивки, которые помогают преобразить обычную одежду в уникальную. Ребенок решил деньги зарабатывать. Похвально, конечно, чтобы у нее какие-то свои были средства. Все ее работы на видном месте у нас. То есть это гордость за ребенка. Я всегда показываю, говорю, это работа такого-то класса, это работа пятого класса, это шестого, чтобы все видели. Сейчас Соне предстоит много работы. К ней обратились предприниматели. Им нужны вышитые логотипы фирм для спецодежды. Познакомилась с ними Соня в «Точке роста», где рассказывала о своем проекте. Она там даже заняла второе место. И это среди 25 команд. Это, безусловно, учебный проект. То есть наша задача рассказать детям об основах предпринимательства. Поэтому мы никоим образом фантазию детей не сдерживаем. Могут быть абсолютно невероятные проекты, могут быть достаточно приземленные, исходящие из нужд конкретного муниципального образования. Но это далеко не все увлечения Сони. В этом году она хочет получить КМС по легкой атлетике и заняться лепкой. Научиться все-таки плести вот эти коврики из ниток малины. Также можно расширить ассортимент продукции, сделать значки, чтобы были не ночевки, а значки. Ну и тоже хочется и попробовать эти модные сумки-шоперы, научиться шить. Все хочется попробовать. Уже через год Соня выпускается. Хочет стать следователем. И ее дела точно не будут сшиты белыми нитками. А в перерывах между раскрытием дел Соня продолжит совершать свою вышивку крестом. Дарья Рула, Сергей Никифоров, 12 канал. В Омске очень много талантливых ребят. О тех, кто видит красоту в каждой травинке, расскажем во второй части выпуска. А сейчас передаем слово большой студии. Даша, какие у тебя еще есть интересные новости? Спасибо, ребята. В детскую студию мы еще вернемся. Сейчас продолжаем выпуск. И смотрите далее в программе. Защитник виртуальной, помощь реальная. В Омске презентовали мобильное приложение «Заступник». Кто сможет им воспользоваться? И в погоне за красотой, на что и куда готовы пойти художники ради искусства? Надежная имплантация зубов в семейной стоматологии. 45 06 05. Автосалон «Автобанк». Выбери свой проверенный автомобиль с пробегом. Коммунальная 2, корпус 1. Яркий, творческий и креативный 12 канал совместно с Лузинской крыночкой подвел итоги конкурса, посвященного Дню защиты детей. Вкусные и полезные подарки ребята уже забрали на протяжении всего дня. Ролики победителей выходили и в нашем праздничном эфире. Помогали ребятам создать сюжеты мамы, папы и даже бабушки. Что у них получилось в нашем следующем материале. За идеей своего ролика Наталье со своей дочкой Миланой идти далеко не пришлось. Посмотрели на упаковку лузинской крыночки, что называется осенило. Увидев талисман бренда, рыжего кота Тимку, решили сразу оживить его. Все были на работе. Это было 31 число, 9 часов утра. У меня было всего лишь 2 часа, чтобы успеть скинуть все. Поэтому за 2 часа пришлось нарисовать кошку, вырезать и все заснять. Для семьи Флегендовых съемки стали настоящим общим делом. Мама подавала идеи, папа воплощал их в жизнь, бабушка снимала и монтировала. Сестры оказались настолько похожи между собой, что видео получилось очень правдоподобным и удивило организаторов. Было расписано много роликов. Были сняты не все, потому что с детьми, как и видеофильмы, снимается трудно. Ну, в общем, справились. Самую лучшую выложили. Чтобы ролик получился идеальным, Арсений Суетин записал 6 дублей, как в настоящем кино. Сам обращал внимание на ошибки и исправлял слишком большие паузы. Кстати, к съемкам молодой человек привлек не только родителей. Бабушка меня снимала, а мама придумала стих. Я сам все смонтировала. Мне понравилось, что я участвовала в конкурсе. Мне понравились все подарки, которые мне подарили. Помогала бабушка и Эмилия. Писала сценарии сюжетов. Восходящая телезвезда даже на ходу меняла концепцию. Говорит, так стало еще интереснее. Когда объявили результаты, Эмилия сначала не поверила в свою победу. Сперва я решила, что буду участвовать, но потом чуть-чуть засомневалась. Потом я подумала, лучше снять все. Мы сняли три ролика, но мне очень понравилось это снимать все. Конкуренция была велика. Все ролики с Лузинской крыночкой у ребят получились креативными и творческими. Ни один не был похож на другой, поэтому выбрали пятерку самых запоминающихся сюжетов. Очень здорово, что награждение победителей, участников конкурса пришлось на 1 июня, на День защиты детей. Было приятно поздравить ребят с праздником. И в принципе хотим пожелать всем деткам, которые участвовали, которые живут на планете Земля, быть счастливыми и кушать Лузинскую крыночку. Каждый победитель получил по полезному продуктовому набору Лузинской крыночки. Молоко, сливки, десерты, а также красочные блокноты. Организаторы конкурса, торговая марка Лузинская крыночка, уверены, это не последний розыгрыш призов. Оставайтесь на 12-м канале и следите за объявлениями. Амичи теперь могут посмотреть любимые фильмы под открытым небом. У библиотеки Менизуя Космедемьянской открылся необычный уличный кинотеатр. Опыт для нашего города новый, но, вероятно, долгожданный. Первый сеанс собрал аншлаг. Екатерина Балучевская расскажет подробнее. Картина очень говорящая, несмотря на то, что сегодня погода, мягко скажем, не летняя, прохладно-ветренная, но, тем не менее, да еще и будний день на первый сеанс пришли три сотни зрителей. Ну, это невероятное количество, даже организаторы говорят, такого не ожидали. Мест, конечно, хватило всем, потому что в этом и плюс кинотеатров под открытым небом. Здесь можно не только устроиться на уютных креслах, но еще, например, полежать рядом на поляне или потанцевать в центре сцены, как вот это делают сейчас аниматоры, специально организовали такую музыкально-танцевальную паузу. Но я хочу сказать, что идея кинотеатров под открытым небом, в принципе, не нова. Они были популярны еще в советское время, а вот теперь хорошо забыто старое превращают в современный тренд. Летний кинотеатр уже открытый во многих регионах России. Для Омска такая практика уникальная, но я думаю, что в перспективе она будет очень востребованная, потому что те, кто постарше, смогут поностальгировать о юности. Ну а нынешняя молодежь сможет проникнуться атмосферой, ведь что может быть романтичнее? Лето, закат, плед, стаканчик кофе. Вот такая замечательная, располагающая к позитиву обстановка. Я хочу сразу сказать, что для первого показа выбрали мультипликационную программу, потому что так уж совпало, что открытие кинотеатра состоялось сегодня, в День защиты детей. Показывают такие ленты, как «Цветик-семицветик», «Таежная сказка», но, в общем, полюбившиеся, уже зацитированные не одним поколением. А вообще первые сеансы, все последующие будут абсолютно бесплатными. Открытый кинотеатр будет работать каждый выходной. И что самое интересное, именно вы можете повлиять на программу показов, потому что по пятницам библиотека имени Зои Космедемьянской будет запускать специальный опрос, в котором вы можете проголосовать, какой фильм, например, посмотреть на следующих выходных. Так что, если вы хотите совместить приятное с полезным, два в одном и прогулку, и киносеанс, добро пожаловать в сад у библиотеки имени Зои Космедемьянской. Екатерина Булучевская, Сергей Гаврилов, 12 канал. Продолжение следует... Один из них – это ролики, которые научат детей, как вести себя в случае различных ЧП или других опасных ситуаций. И второй проект – это рассматривается сейчас создание интерактивной карты опасных мест для детей, чтобы любой родитель мог поучаствовать и указать эти места, чтобы нам было проще реагировать и проще было устранять вот эти все пробелы, которые несут определенную угрозу для детей. А сейчас мы вновь возвращаемся в детскую студию. Мои юные коллеги подготовили очередную порцию новостей. Ребята, вам слово. И снова всем привет! В нашей студии детских новостей Злата Саночкина. Ярослав Щербань. Сегодня 1 июня. Начинается сезон пленеров. А это значит, что художников можно будет встретить повсюду. За работой на свежем воздухе они иногда проводят весь день, не замечая ничего вокруг. Им не мешает ни жаркое солнце, ни град с дождем. Художником может стать каждый, даже самый маленький. Что для этого нужно, расскажет Максим из арт-студии «Либеров Центр». Меня зовут Максим. В художественной студии «Либеров Центр» я занимаюсь с трех лет. Сюда меня привела моя старшая сестра. Я не возражал, ведь здесь интересно. С кисточкой в руках отдыхаешь от школьной беготни. Особенно мне нравятся пленеры. Это когда рисуешь прямо на улицах. Я готов и в жару, и в холод, и даже на корабле рисовать. Мы приходим, рассаживаемся. Бывает поодиночке, бывает садимся с кем-то рядом вместе и рисуем. Так можно обсудить работу, показывать друг друга, чтобы не сидеть в одиночке. Потому что одному сидеть намного скучнее, чем вдвоем, например. Это только кажется, что художник все время сидит на одном месте, склонившись над картиной. На самом деле с планшетом он может объехать весь мир, чтобы нарисовать что-то красивое и необычное. Мы с друзьями из художественной студии уже побывали во многих интересных местах. Но об этом вам подробнее расскажет Вера. Наша студия ездила в разные города. В Тобольск, в Москву, в Петербург, на озеро Байкал. Наши работы можно было увидеть в континенте, в библиотеке Пушкина. Там была экскурсия. Мне хочется рисовать еще больше, чтобы постоянно наши картины попадали на выставки. И чтобы каждый посетитель мог радоваться, что он никуда не ездит, но может посмотреть, например, вот он не ездит никогда в Москву, а вот может увидеть на картине, как она выглядит. Сегодня наш пленэр проходит возле музея с картинами Алексея Николаевича Либерова. Нам часто рассказывают о нем на занятиях. Наша студия носит его имя. Алексей Николаевич был известным художником в Омской области. Он был основателем художественно-графического факультета. Алексей Николаевич чаще всего рисовал в технике пейзажа. Это был его любимый жанр. Его любимый материал был пастель. Сейчас я тоже рисую пастелью. Голубой мне помогает нарисовать небо. Разные оттенки зеленого помогают мне запечатлеть разные деревья и траву. А разные оттенки желтого помогают хорошо запечатлеть солнце. Дома рисование в будущем всем нам пригодится. Я вот решил поступать на архитектора. Мне нравится рассматривать здания и создавать их макеты. Так что во время летнего пленэра буду искать в городе оригинальные сооружения и писать с них картины. Кстати, пленэры в нашей студии будут идти весь июнь. Так что, возможно, встретимся на Омских улицах. Максим Юдов, Сергей Гаврилов, 12 канал. Мы очень рады за Максима, который уже выбрал профессию мечты и решил, что в будущем станет архитектором. А вот чтобы стать режиссером, совсем не обязательно ждать, когда вырастешь. Стали известны победители фестиваля «Маленькое кино» – «Фильмёнок». Его участники – самые обычные ребята. Сами рисовали мультики и снимали самые настоящие фильмы. Среди победителей есть и омичи. Поздравляем Лапину Елизавету и Елену Савченко из студии «Кадр». И Торопову Анну из студии «Зелёный заяц». А специальный приз получили ребята из школы номер один города Исселькуль. Воспитанники детского дома творчества из Щербакуля. И это все новости, которые мы собирались рассказать. И показать. Первого июня. Ух, и поработали мы сегодня. А теперь играть. Пусть дальше работают взрослые. Да, Дарья, передаем тебе слово. А всем нашим зрителям, от нашей дружной детской команды, пока. До встречи. Спасибо, ребята, в том числе и за помощь в подготовке этого выпуска. Вы сегодня действительно хорошо поработали. Вас и ваших сверстников я еще раз поздравляю с праздником, днем защиты детей. Ну а мы продолжаем выпуск. Помочь ребенку в Бедеомске. Штаб общественной поддержки партии «Единая Россия» сегодня представил новый мобильный сервис по оперативному реагированию на чрезвычайную ситуацию «Заступник». В первую очередь приложение рассчитано на детей и их родителей. Если ребенок попадет в трудную ситуацию, то он сможет подать сигнал СОС своим близким и сотрудникам экстренных служб. Как будет работать новая платформа и когда мечи смогут ею воспользоваться, выяснял Никит Смирнов. На презентации нового сервиса «Заступник» силовики, поисковики и педагоги. Приложение хоть и на все случаи жизни, но все-таки ориентировано в первую очередь на экстренные ситуации, в которые может попасть ребенок. Нападение, внезапный пожар или если потребуется срочная помощь медиков, виртуальной кнопкой СОС на смартфоне дети смогут оперативно вызвать подмогу. «Программа устанавливается на телефон ребенка и на телефон родителя. В случае возникновения ситуации ребенок может вызвать помощь. Либо помощь может вызвать любой другой человек, который увидит ситуацию, что с ребенком что-то происходит. В этот момент автоматически начинает писаться все, что происходит вокруг аудио. Этот файл может прослушать и оператор сервиса, и родители». На этих кадрах двое костромчан похищают пятилетнюю девочку. Видно, что ребенок сопротивляется, но прохожие равнодушно проходят мимо. История закончилась трагедией. Труп, над которым надругались, обнаружен в комнате общежития. А это уже Тюмень. История про исчезновение восьмилетней Насти Муравьевой прогремела на всю страну. Девочку искали сотни добровольцев и сотрудников полиции. Тело нашли спустя полтора месяца в камышах на окраине города. Жестокое убийство маленькой девочки. Очередная страшная голова. Дело о пропаже детей в городе на протяжении 20 лет. Всех этих шокирующих историй могло и не быть, если бы дети могли сообщить родным о том, что они находятся в опасности. Тот сервис, о котором сегодня мы говорим в рамках нашего круглого стола, я считаю, это просто незаменимая повседневная функция, которая должна быть у каждого родителя, которая позволит и быть осведомленным, и в то же время создать и повысить условия безопасности той среды, в которой находится наш ребенок. Приложение «Заступник» смогут закачать себе все желающие. Чем больше абонентов войдет в новую экосистему, тем больше шансов, что в экстренной ситуации, когда ребенок находится далеко от дома, ему сможет помочь даже абсолютно посторонний человек, который со своего смартфона прочитает сигнал. Сейчас сервис доступен для пользователей App Store. Владельцы аппаратов на платформе Android получат доступ через два месяца. Ну а пока летние каникулы только начинаются, взрослым нужно помнить, что оставлять своих детей без присмотра, а тем более одних на улице, опасно. Никита Смирнов, Андрей Кузьмин, 12 канал. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Телеграме, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12-й канал.ру. Также вы можете предложить свои новости, прислать их нам по электронной почте или позвонить в редакцию по телефону 695-641. Оставайтесь с нами. О погоде. Завтра 2 июня в Омске ясно. Ночью плюс 10-15, днем 16-18 градусов тепла. В районах переменная облачность. Ночью плюс 9-12, днем воздух прогреется до плюс 16. Ветер северо-западный 7 метров в секунду. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Таковы новости этой среды. Я благодарю вас за внимание и желаю хорошего вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин